Самого доброго утра в самой позитивной стране Евросоюза. Латвия, привет, просыпаемся. Поставлю немного сасканья ТВ и откомментируюсь, если позволите. Еще одну каплю в общий котел взаимной ненависти добавила Латвийская национальная библиотека. Если кто не знает, замок Света выставил в публичном пространстве плакат «Русский оккупант. Лучшее удобрение». И здесь ситуация развивается безотносительно Украины. Мы, как общество, уже давно получаем сигналы не к сплочению, а к конфликту. И с каждым днем этот процесс идет все интенсивней и все агрессивней. Во-первых, риторика политиков, включая президента, где очень быстро формулировали «русские, они плохие, и наши русские тоже плохие». Во-вторых, культурное пространство, где российский корабль очень быстро стал русским кораблем. Затем началась охота на ведьм, активные попытки заставить всех без исключения русских Латвийск. Это неприятный момент, и я тоже, видишь, на каком языке говорю, мне так же, как тебе это неприятно, ну, если ты видишь сны на этом языке. Но очень важный момент, если уж Саскане этим занялось, значит здесь что-то нечисто. Саскане никогда ничего просто так не делает. Я немного погуглил, и вот смотрите, в чем факт недоразумения. Дело в том, что если один и тот же текст, один и тот же смысл переводить с латышского до буквенно на русский и с русского до буквенно на латышский, там получается немножко расхождение. Насколько я понимаю, насколько я понимаю, то в латышскоговорящей среде, ну, те парни, которые видят сны на латышском, у них нету разделения русский и латышский априори в лексике. То есть они все время говорят криевс, криевс, криевс. Это и россиянин, и русский. А почему это произошло? Потому что раньше это не было так важно до момента агрессии против Украины. Раньше это не было так важно. А сейчас политически образовался пробел. И да, у нас действительно есть ребята, которые делают капитал на том, что не раскалывают общество. Например, националы и Сасканя. Например, Венутыба и русско-еврейский союз. Они все эти годы жили на ненависти. Их топливо – это ненависть и раскол общества. Смысл плаката делал парень, который видит сны на латышском языке. И откуда про удобрение идет речь? Украинцы так стебались над ребятами, которые шли против них воевать. Возьмите с собой в карман семечек. Вот все равно тут погибнете, а хоть будьте нормальным удобрением для семечек. Подсолнухи взойдут. Это было в начале войны вот такой мем. Он сейчас куда-то пропал, но, видимо, кто-то его с нужной полки все-таки взял сейчас. И поэтому речь идет о том, что российский оккупант – это лучшее удобрение для Украины. Ну, это агрессивная риторика. Ее нельзя произносить на территории Европы, это безусловно. Но вот в чем-то больном мозгу это воспалилось. Но я тебе о чем хочу сказать. Смотри. Население моей страны – 1 миллион 800. Если кто-то один, один проявит какое-то неуважение, идиотизм. Ну, все-то, миллион 800 – вполне нормальные люди. Это знаешь, как идешь ты по улице, собака покакала. Но кто-то довляпается в это говно один. Что он сделает? Ногу об траву вытрет, какашку в мусорник и пойдет дальше. А кто-то может снять этот ботинок и махать им. Смотрите, смотрите, говно. В центре говно. Это к теории о том, что люди делятся на мух и пчел. Муха, она будет летать целый день. Ну, такий кусок говно найдет. А пчела, она будет трудиться целый день и найдет свою каплю мода. Ну, меда. Поэтому, смотрите, этот инцидент, он очень неприятный. Но межнациональную рознь, кто здесь больше будет разжигать? Сасканья с этими заявлениями и такие вот, как я. А если мы просто, грубо говоря, вот он правильно сделал. Он должен был обратиться в полицию с просьбой убрать вот это безобразие. И все, и точка. Если полиция никак бы не отреагировала, тогда, пожалуйста, ты у нас политик, ты начинай. А у нас получается ведь о чем? Сасканья – это полная бездарность. Полная бездарность. Русско-еврейский союз – это полная бездарность. Но вот без этого кусочка говна у них вообще нет никакой значимости. У них вообще нет никакого электората. Понимаете? И поэтому мне, да, это неприятно. Вот мой сосед притащил эту фотографию, говорит, ты посмотришь, что происходит. Но я не хочу быть соучастником этого и не хочу быть разжигателем межнациональной розни. Латвия, я ранее это говорил, это такая шлюпка, которая плывет в Балтийском море. Нас и так волны перемен качают. Не надо нам внутри еще раскачивать эту лодку. Всем остальным напомню, что Латвия все равно самая позитивная страна Евросоюза. Здесь живут только четкие и добрые люди. Просыпаемся, Латвия. Всем добра и позитива.